Я спалил больше 50 тысяч долларов на тесты идей на Амазоне, и сегодня я вам расскажу, какие основные ошибки допускают новички на старте бизнеса. Всем привет, красавчики! Меня зовут Антон Рдой, я продаю на Амазоне уже более трех лет, и в прошлом месяце моя команда сделала больше 20 тысяч долларов чистой прибыли, а в этом видео я поделюсь с вами своим опытом и своим мнением о популярных ошибках новичков. Последнюю неделю я размышлял над таким вопросом, вообще, собственно, какие основные группы ошибок или типичные ошибки делают продавцы на Амазоне, которые только заходят на этот рынок. В целом неделю я ходил, размышлял, накидал какие-то заметки, и сегодня для вас я решил поделиться своим мнением, какие же стратегии все-таки менее рабочие и какие популярные ошибки я считаю нерабочими схемами для запуска своего бизнеса. Это видео я записываю на основании своего личного опыта, опыта других продавцов, у которых был успех, у которых не был успех с первого раза. Это очень полезное видео для тех, кто будет запускать бизнес в Америке, и, возможно, оно сэкономит вам очень много времени и денег. Поэтому начнем с ошибок. Ошибка номер один. Конкурентные ниши. Я считаю, это, наверное, основная ошибка вот таких вот прям самых начальных новичков, у которых вообще нет понимания, как работает Амазон и вообще любой другой маркетплейс в Америке. Когда мы заходим в конкурентную нишу, например, это может быть одежда, это может быть какие-нибудь пауэрбэнки, это может быть какие-нибудь зонтики. То есть это такие товары, которые продаются прям в огромном количестве на Амазоне. И ошибка является не то, что мы выбираем нишу, на которой спрос, а ошибка является в том, что в этих нишах уже есть достаточно мощные конкуренты. Например, на карточке товара какого-нибудь зонтика может быть уже 30 тысяч отзывов. И Амазон будет достаточно сильно сам продвигать за счет внутренней органической выдачи этот товар. Наши клиенты тоже будут выбирать именно этот товар, потому что на нем уже очень много хороших отзывов, он уже раскручен. К тому же у этих конкурентов, скорее всего, уже будет хорошая цена с производством, уже доработанный продукт. И вот в такой продукт, чтобы, допустим, зайти, нам на старте может быть понадобится спалить там десятки или даже сотни тысяч долларов на маркетинг, на то, чтобы подобывать эти отзывы, чтобы работать долгое время в минус. Ну и большинство начинающих селлеров могут недооценивать то количество вложений, которое им нужно прям сделать для того, чтобы закрепиться на высококонкурентной нишах. Я считаю, что иногда даже, может быть, вообще юнит-экономика не сойдется. Иногда нужно будет постоянно вкладывать в рекламу. Возможно, цена продажи с учетом себестоимости товара, с учетом логистики и с учетом рекламы никогда не покроет ту выручку, которую мы получаем. То есть мы, может быть, постоянно будем работать в минус. Естественно, всего как бы можно достичь, всего можно добиться, везде можно выиграть конкуренцию, но я считаю, что вот именно заходить сразу в конкурентные ниши, это ошибка номер один продавцов, и, соответственно, лучше не начинать прям с конкурентов ниш. Лучше искать какие-то подниши, где есть какой-то спрос, но еще нет такого сильного предложения от конкурентов, когда у конкурентов нет такой четкой конкурентного преимущества в виде большого количества отзывов, большого капитала, больших продаж уже сейчас. И, соответственно, в такие рынки можно заходить. Есть, конечно, и вторая ошибка, я считаю, что это заходить в, наоборот, рынки с низким спросом. Это ошибка зеркальная. То есть одна крайность заходить в высококонкурентные ниши на старте, вторая крайность, наоборот, заходить в мертвые ниши. Да, там может не быть конкурентов, но там очень мало спроса. Мы можем быть какими-нибудь первыми в каких-нибудь, там, скажем, когтеточков для каких-нибудь котов-сфинксов. Я не знаю, придумал просто нишу. То есть ниша, которая прям супер слабо популярна, или чехлы на iPhone 4s, например, уже, в принципе, не так актуальны по покупателям способности. И, соответственно, там будет мало продаж. То есть наши усилия, они просто рынку не особо будут нужны. Соответственно, в дохлых нишах тоже, в принципе, результат получить в виде чистой прибыли проблемно, но там хотя бы деньги теряются не так быстро, наверное. Вот, хотя я считаю это тоже большой ошибкой. То есть дохлые ниши тоже рассматривать не стоит. Ошибка номер три. Это низкомаржинальные бизнес-модели. Дело в том, что есть модели торговли на Amazon. Часто они связаны с тем, что мы перепродаем чужие бренды, либо же закупаем товар оптом, продаем в розницу. И здесь бывает такая большая ошибка, когда в нашей бизнес-модели очень низкая маржа. То есть мы покупаем товар за доллар, продаем за полтора. За вычетом комиссии Amazon у нас остается доллар пять центов. То есть когда очень низкий коэффициент отдачи инвестиций, то есть на каждый вложенный доллар мы зарабатываем там пять или десять центов по всему циклу сделки, такая бизнес-модель, она будет достаточно плохо работать в плане масштабирования бизнеса. То есть пока мы будем раскачиваться, наш капитал будет слишком долго увеличиваться. И какая-нибудь бизнес-ошибка вообще может наш полугодовой доход спалить. То есть я считаю, что низкомаржинальные бизнес-модели, они тоже являются ошибкой. То есть если мы зарабатываем очень мало с каждой продажи, очень мало маржи, очень мало процентов ROI, очень мало чистого дохода с каждой сделки, то эта бизнес-модель, она, если не обречена на провал, то она будет мешать нам расти быстро. Поэтому я считаю, что низкомаржинальные модели в бизнесе на Amazon, особенно на старте, они вредные. Четвертая ошибка, которую я считаю очень весомой на старте, и прям очень много знакомых, которые стремятся запустить бизнес на Amazon, они прям допускают номером один. Это исходить из поставщика, то есть того, что ты можешь купить, а не из того, на что есть спрос на Амазоне. Как это может выглядеть? У кого-то из вас, возможно, есть какой-нибудь там заводик или контактик, или какой-то, как мне часто говорят, у меня есть свой человек в Китае. То есть и он там может делать ковры. Давай ковры продавать. То есть у меня есть поставщик, все, давай ковры продавать. Но никто даже не задумывается, что на Амазоне уже есть там куча прям сильных магазинов, у которых там тоже есть какой-то свой человечек, скорее всего, с крутыми объемами товара, которые ваш человечек, возможно, не имеет, да? Или там битва человечков, она не настолько будет актуальна, как на то, что на Амазоне в целом очень сложно продать этот товар. То есть если у нас есть хороший поставщик, это абсолютно не значит, что у нас будет успех. То есть хороший поставщик, его можно найти. Но гораздо важнее найти сразу хорошую нишу для того, чтобы вы могли продавать тот товар, который пользуется просто на Амазон. К примеру, если у нас есть хороший поставщик зонтиков, но в целом зонтики настолько сложно продавать, что первые продажи будут даже с учетом низкой себестоимости в минус, то мы можем даже сдохнуть, не дойдя до чистой прибыли. То есть хочу донести тот пункт, что если вы сами производственник, например, вы производите какие-то товары, щиете одежду, то с высокой долей вероятности, скорее всего, ваши товары могут быть вообще никому не нужны на Амазоне. То есть, возможно, на вашем локальном рынке, где-нибудь в Беларуси, в России, в Украине, вы пользуетесь успехом, но на американском рынке еще не факт, что даже при вашей низкой цене вы будете успешным. Поэтому, подводя итог, я считаю, что если у вас есть место, где купить товар или произвести, это абсолютно не гарантирует вам успех, это просто лишь снижает количество поиска времени поставщика и, возможно, снижает количество рисков о том, что товар будет некачественный. Но успешность все-таки проекта будущего лучше анализировать по спросу и по соотношению с конкурентами. То есть, насколько вот этот спрос на Амазоне, он превышает количество предложений от конкурентов. Ошибка номер пять. Ошибка выбора красивой модели. Что это значит? Бывают такие бизнес-идеи, которые звучат очень классно, но по факту они не работают. Что это значит? Например, есть идеи, давайте будем писать книги, которые будут генерировать чат GPT, мы будем их продавать на Амазоне и, соответственно, таким образом будут стрелять книги, которые пишет искусственный интеллект, они будут прям крутые, люди их будут покупать. И на самом деле часто бывает новичкам кажется, что вот это прорывная идея, надо заходить в новый рынок и еще какие-то, допустим, продавцы в онлайн-школах могут вам сказать, что там сто процентов за этим будущее и так далее, особенно когда нет никаких кейсов на рынке, кто так делает, успешно зарабатывает, прям сегодня запускает это. И часто можно зайти вот прям в красивую бизнес-модель, которая нам кажется крутой, из-за того, что она звучит красиво, да, но по факту она может не работать. Я часто замечаю такие, скажем, рынки, я не говорю, что книги, написанные искусственным интеллектом, они не работают, надо разбираться, надо делать более глубокий анализ, но часто я замечаю, что людям иногда нравится верить в какие-то идеи и им плевать вообще, работают они или нет, то есть просто нравится вот эта идея. Хотя в какой-то степени это полезно, в какой-то степени круто, когда идея тебе нравится, и все, наверное, начинается с какой-то вдохновляющей идеей, но не всегда вот этот подход, он работает. И ошибка номер шесть, завершает мой список ошибок, это бояться сделать ошибки. Кстати, эта ошибка свойственна и мне в том числе, потому что я такой человек, несмотря на то, что я делаю много действий, много чего пробую, но перед тем, как зайти в новый проект или что-то попробовать начать, мне часто хочется избежать ошибок. То есть у меня есть страх, возможно, у кого-то из вас он тоже будет делать ошибки. Вот как раз-таки бояться делать ошибки, это и есть ошибка, потому что ошибки в целом неизбежны. То есть вы в любом случае, когда что-то будете делать, вы на что-то напоритесь, что-то у вас придет не по плану, вас точно кто-то подведет по срокам, по деньгам, что-то станет дороже, чем вы думали. И здесь как бы в целом, наверное, нужно обрести какой-то баланс теории, планирования, разведки и дальше уже отправляться в путь. То есть не стоит не начинать из-за боязни того, что вы допустите ошибки, потому что, во-первых, это правда, вы допустите ошибки, они будут ваши, они будут набиты, цена будет за эти ошибки уплачена. Но, с другой стороны, именно бояться делать ошибки, это тоже большая ошибка. То есть если бы я, в принципе, не начинал свои проекты из-за того, что я боялся допустить ошибки, то я бы был менее успешным. И наоборот, если бы, возможно, я бы меньше парился о том, что я боялся допустить ошибки и потерять деньги, либо ресурсы, либо время, в таком случае, я бы, возможно, был бы еще успешнее. И я так расковырялся в себе, в своей, как бы, психологии, своей мотивации, я понял, что вот бывают у меня такие состояния, когда мне очень что-то сильно надо, желание настолько большое, что я уже не боюсь совершить ошибки, что я уже намерен действовать, что я уже понимаю, что вот как раз-таки промедление, это и есть ошибка, ущерб которой будет гораздо больше, чем от того, что я, допустим, попробую, у меня не сразу получится. Поэтому, красавчики, у вас, возможно, будут какие-то свои ошибки, какой-то свой топ ошибок вы мне сможете написать под комментариями, поэтому, если у вас какое-то другое мнение, напишите мне, мне интересно будет поотвечать вам, порассуждать. А дальше я с вами поговорю, как же, собственно, выбрать интересную бизнес-модель и максимально увеличить свои шансы на успех. Первыми шагами, которые бы я сделал для того, чтобы выбрать хорошую бизнес-модель для запуска, по которой я конкретно буду делать действия, на которой я конкретно выделю бюджет, усилия, я сам с собой договорю, что я добьюсь какого-то результата, я бы, наверное, в целом поресерчил бы там в Ютубе, где-то, может быть, на нетворкингах каких-нибудь, пообщался бы с предпринимателями в поисках той модели, которая сейчас работает. То есть то, что актуально и то, что развивается. То есть я бы просто подумал, в каких рынках у людей с нуля сейчас получается сделать деньги. То есть я бы поанализировал бы кейсы, я бы посмотрел бы по Ютубу, где-то какие-то отзывы, какие-то истории успеха, постарался бы посмотреть, оценить, насколько это вероятно и посмотреть, где конкретно сейчас как бы клюет. То есть я бы нашел какую-то бизнес-модель, которая работает сейчас, у которых там, в которую люди заходят именно сейчас, получается заработать у них, и посмотрел бы, собственно, на результаты. То есть на результаты людей, которые этим занимаются, я бы, скорее всего, сам бы, наверное, не пробовал, за исключением того, что если бы я понял, что все, я хочу этим заниматься, я верю в эту идею, я готов даже прям первопроходцем быть, возможно, я бы пошел. Но если бы мне просто нужно было достичь какой-то финансовой цели и, допустим, построить компанию, либо же разработать деньги, я бы уже искал то, что у других людей получается, и путем приложения усилий был бы немножко эффективнее, чем те люди, там чуть больше бы старался, чем среднестатический бизнесмен, и, соответственно, получил бы результат в этой нише. После того, когда я нашел какую-то интересную бизнес-модель, нашел какие-то кейсы у других людей, что эта модель сейчас работает, я бы, наверное, следующим пунктом постарался бы познакомиться с людьми, которые уже этим занимаются. Возможно, это можно было бы сделать на предыдущих этапах, возможно, у вас есть какой-то знакомый, но если вообще прям нет, я бы старался как-то влиться в тусовку этих людей, которые этим занимаются. Ну, например, люди, которые занимаются ремонтом системы кондиционирования или там продажами на Амазон, я бы просто постарался с ними познакомиться, там, онлайн, оффлайн, как получается, и, собственно, просто пообщаться, спросить у них совет, спросить их мнение, как можно запускаться вот именно в этой нише на сегодняшний день. Кто-то, возможно, вам подскажет, кто-то, возможно, нет. До некоторых людей более сложно дотянуться, до каких-то более просто, то есть я бы, наверное, все-таки бы с ними пообщался для того, чтобы составить такую дорожную карту развития. Это будет четвертый пункт, который бы я сделал. Дорожная карта развития это, скажем так, это такой какой-то первичный план запуска бизнес-модели. То есть я бы ему сказал, слушай, вот я хочу запустить продажу на Амазон, мне кажется, что нужно найти поставщика в Китае сначала, заказать первую партию, продавать. Скажи, адекватен ли я? Насколько ли это вообще как бы работает? И здесь, конечно, человек вам с опытом может сказать, чел, да это вообще просто тупо не работает, так делать точно нельзя, то есть это тупо типичный слив бабок, лучше сделай по-другому. И он предложит вам какую-то другую модель. Не стоит, конечно, много времени тратить на все эти переговоры, где вот прям обхаживаете годами там или месяцами людей, спрашиваете совет и так ничего не делаете. У меня даже есть до сих пор много знакомых, которые у меня спрашивают совет уже лет 5-6, как начать бизнес? То есть я думаю, блин, чувак, я еще в Беларуси, блин, жил, ты меня спрашивал. Ну, просто надо делать. Но, тем не менее, спросить какой-то совет у людей, которые делают сейчас результат в этой нише, на этом деле это точно пригодится. Также есть люди, которые уже устали от этого бизнеса. Они могут, наверное, вам даже повредить. Иногда они могут быть полезны, иногда могут быть вредны. Поэтому бывают люди, просто устали от бизнеса, у них там может быть какая-то головняк, плохо организован бизнес, возможно, какие-то долгие проблемы либо что-нибудь такое. Тут как бы их мнение в принципе важно, но с другой стороны нужно по энергии, по мотивации пытаться понять, типа, насколько чувак вообще голодный, насколько он вообще сам, ну, насколько у него внутри все в порядке. Ребят, это я все вот говорю прям то, что думаю искренне, поэтому вы должны тоже как предприниматель немножко чувствовать. У вас должна быть какая-то чуйка, насмотренность, я не знаю там. Вы как бы должны на себя это все принять, подумать, согласиться, не согласиться и дальше попробовать вот моим методом добиться результата. Какими еще могут быть дорожные карты? Дорожные карты это может быть знакомство с человеком, допустим, ваш друг, он уже зарабатывает на чем-то, ну, например, скажем, он открыл точку шаурмы, либо же запустил какой-то бренд на Амазоне, либо же просто какой-то магазин открыл, перепродает товары и, соответственно, таким образом, если вы с ним подружитесь и он согласится вам прям объяснять, обучать вас, у меня, кстати, так было, то есть я и обучение покупал и разные методы запуска пробовал делать, но вот как раз таки у меня пошел прогресс, когда я познакомился с одним парнем, который очень круто продавал на Амазоне по моим меркам тогда и он прям согласился быть моим, как бы, ну, можно сказать, ментором, да, то есть в чем это заключалось? В том, что мы составили с ним какой-то план, который на его усмотрение работал, и дальше мы неделя за неделей просто шли, развивались и, соответственно, у меня начал получаться, то есть неделя за неделей я брал на него задания, внедрял их и, собственно, у меня получалось, таким образом, я считаю, если у вас будет такой личный ментор, который на вас согласен потратить время, просто не все еще согласны потратить время и не все готовы искренне поделиться какие-то фишки сказать некоторые люди наоборот у них такое мышление что я тебе точно ничего не скажу нафиг не платить конкуренцию там и так далее это в принципе тоже какая-то стратегия наверное адекватная вот но не знаю общие какие-то советы наверное кто-то вам согласится помочь также дорожная карта это может быть я не знаю там если мы берем про бизнес это может быть бизнес книги наверное не так популярны какая информация на youtube это может быть не полноценная дорожная карта это может быть какие-то отдельные фрагменты тактики или стратегии но тем не менее из этого тоже можно выстроить какой-то план качественное обучение может быть тоже классно дорожной картой где у вас есть там прямо инструкция как действовать тут конечно тоже очень много нюансов потому что об обучении я считаю что должны быть онлайн школы кейсы и часто я когда изучаю кейс онлайн школах когда я вижу что там просто человек записывает видео мне все понравилось все классно объяснили но нету понятно нету какого-то понимания каких-то результатов этих ребят то есть понравилось это окей но обучение нужно не для того чтобы понравилось не для того чтобы кайфануть от учебы а для того чтобы получить какой-то результат и хотелось бы посмотреть вот на результаты я сам часто покупаю обучение в час например обучаюсь работе с личным ассистентом купил классный курс у девчонки у которой есть свой личный ассистент 2 и прям по бизнес задачам и по личным и настолько сильно вдохновляет настолько сильно полезным материал применимый Видны результаты учеников, кейсы И как бы я прям кайфую Поэтому, если есть классное обучение, вы можете найти С обратной связью Человек, который вас вдохновляет, который, не знаю, результатами вас вдохновляет У них есть кейсы, практика То есть вы должны как-то вот понять это Это будет очень полезно То есть обучение хорошее, если купить Это прям экономия вашего времени Ваших лет, ваших попыток Я думаю, что это будет очень полезно Ну и, соответственно, какие-то другие Может быть методы дорожной карты Может быть вступить в какой-то клуб амазонщиков Либо что-нибудь такое Я не знаю, ребята, что точно вам придумать Но у вас должна быть какая-то первичная стратегия Построена на опыте других людей В таком случае, такая вот навигация, она вам поможет 100% у вас будет путь свой Я считаю, что вот все-таки обучение Вот все, что я перечислил, это не навигация К цели, как навигатор Знаете, Яндекс-навигатор Или Google-навигатор, или Apple А это все-таки обычная карта А навигация Вот Google Maps, это обычно при устройстве на работу Мы можем там, как устроиться в такси Вот нам надо будет, допустим, открыть какую-то там форму Зарегаться в Uber такси И там как бы вот реально шаг за шагом все просто В бизнесе все равно все-таки бизнес предполагает Какое-то вот наличие какой-то смекалки Какого-то вот поиска Какого-то вот фактора непонимания Потому что все-таки нам нужно как-то скреативить Что-то найти, что-то как-то вот подумать Поэтому все-таки хорошее обучение Оно все равно будет таким, наверное, как карта больше Где у вас есть какой-то персональный помощник Который вам ответит, куда повернуть Где вы вовремя сможете определить Если вы сошлись с пути То есть я думаю, что это вот такая дорожная Обычная бумажная карта, где вы едете к цели В любом случае с такой картой Гораздо проще запускаться, чем без нее Поэтому она нужна То есть, по крайней мере, заблудиться Без нее супер легко А с ней заблудиться супер сложно И последним шагом по запуску своей бизнес-модели Я считаю, что очень важно поставить цель Сделать первые сделки Я вообще считаю, бизнес запущен Когда есть две первых продажи То есть, есть две сделки Все, значит, бизнес работает Компания идет Это не обязательно регистрировать там ООО Или же ИП, или же Корпорейшн Или же ЛС в зависимости от вашего города Не обязательно нанимать сотрудников Открывать офис Для меня это не является признаками открытия И функционирования бизнеса Но если вы смогли сделать первые продажи Получить первый результат Всегда они даже будут плюс То можно сказать, что бизнес-модель запущена Поэтому я стараюсь фокусироваться всегда на старте Когда у меня уже есть дорожная модель Я стараюсь именно ударить в первый прибыль Получить первые деньги Потому что это такой вот Обычно более короткий путь к успеху И более как бы проглядываемый Поэтому я считаю, что вот сделать дорожную карту Выбрать модель Все, что мы перечислили, сделать нужно И дальше вот сфокусироваться на первом результате Когда мы делаем первые продажи Все, мы уже запустили бизнес И дальше нам уже гораздо больше вещей видно Дальше мы уже гораздо больше понимаем Дальше у нас есть как бы практический опыт И мы дальше уже думаем Как эти продажи увеличить там на 100, на 1000 Ну в зависимости от того, какие у нас амбиции Ну а если вы досмотрели до этой части видео Значит бог ютуба подсунул это вам видео В рекомендации не зря Для вас я сделал прям большое видео В котором я рассказал об одной интересной бизнес-модели Сосредоточенной на перепродаже брендов на амазон Собственно, я таким бизнесом сейчас занимаюсь Я показываю, какие результаты у моей команды Собственно, как это все выглядит Что надо покупать, где продавать Прям большое видео, абсолютно бесплатное Все, кто будут настроены прям серьезно Могут зайти на нашу большую программу обучения по амазону Собственно, результаты учеников тоже можете посмотреть на канале Эта бизнес-модель на сегодняшний день работает И, наверное, вся актуальная информация будет в описании Потому что, может быть, через год, через два Мы что-то как-то по-другому будем делать Поэтому всем спасибо, красавчики, что посмотрели этот видос Пишите ваше мнение, какие-то комменты Либо вопросы в комментарии Я сейчас лично сам практически на все вопросы отвечаю Которые, по крайней мере, замечаю И, соответственно, будем с вами дальше общаться Также, если у вас есть интерес к какому-то новому видосу Вы хотели бы какую-то тему, чтобы я раскрыл на своем YouTube-канале И там будет какой-то отклик, хотя бы пару человек В таком случае я сниму вам видос, собственно На какую-то тему, которую вы пожелаете Поэтому дайте мне обратную связь в YouTube-чике И дальше будем, в принципе, развиваться вместе Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok